Откуда хоть держите? С кафе. С Карькова едете? Или дальше? Вы можете, ну там, суд с кое-ноу про порушение, причина запинки и что? Причина остановки в ходе проведения операций, которые проходят на территории Украины. Проверяем транспортные средства, пассажиров, водителя, личные вещи. Досматриваем. Досматриваем? Что за операция хоть проходит? Хотите уточнить? Ну, хотелось бы, конечно. Вон есть телефон дежурной части, если вам скажут они. А зачем дежурная часть, если вы меня останавливаете в рамках? Я вам объяснил уже. Если что-то вам не нравится, значит, набираете и спрашиваете. Мне не нравится, как вы хотите? Водительский и техпаспорт дайте, пожалуйста. У меня нет этих паспорта. Тогда свидетельство о регистрации. Секундочку, инспектор. Я не тороплюсь. Вы сказали, в рамках операции. Какой операции? Что за операция проходит? Ну, вы, как посудовая особа, как инспектор ГИИ. Мне, как водителю, должны пояснить. Операция антитеррор сейчас идет. Да. С какой по какой? С какой по какой, кем подписано и, пожалуйста, все, что хотите. Водитель, водительское удостоверение этих паспорт. Я могу узнать, операция с какого по какой? Я же еще раз объясню. Это я вам объясню. Если вас это интересует, вон телефон дежурной части. Не, не вон телефон. Вы посудовая особа, я помаю от меня. Мы всего лишь спрашиваем то, что можно спросить. Я же не, я же не, ничего. Я вам еще раз объясню. Мы же не требуем показать нам бумагу. Скажите, с какого по какой, кем подписано. Пожалуйста, берите все в руки. Подписано министром, но принадлеждаем. Фамилия? Числа есть от какого? Может, она закончилась уже? Она не закончилась. Ну, а как зажим? Ну, а как зажим? Я же вам еще раз объясню. Если мои действия будут неправильные, пожалуйста. Сень, подойди сюда, пожалуйста. Все, я знаю, мручь. Здравствуйте. У нас разделение милиции. Что приятно? Откуда? С Украины. Ничего запрещенного. Они привозят оружие для самообороны. Слава богу, нет. На Киеве ели. Не на Киеве. Они едут непонятно куда и откуда. Ну, непонятно куда и откуда. Едем, мы с кафе едем. Он спросил, откуда мы едем. Непонятно куда и откуда. Документы не... Инспектор, не наворачивайте. Мы вам сказали, что документы мы вам покажем. Инспектор подошел, говорит, проходит в рамках Украины операция. Мы говорим, будьте любезны. Секундочку, вы же позвали человеку. Я вам уже объяснил водитель. Смотрите, инспектор, мы можем с вами решить это в правовом русле, либо в том, в котором вы пытаетесь это решить. Мы всего-навсего хотим знать суть этой операции. Я вам уже сказал. Не, ну так извините меня. Я вам уже сказал. Как вас зовут, я извиняюсь. Меня зовут? Да. Я вам представился. Прапорщик Бобров. Прапорщик Бобров. Будьте любезны тогда. Если так, действовать будем по процедуре. Показывайте службовое просвещение, достаньте значок. Что здесь такое? А что ты понял? Мы что-то делаем неправильно? Мы по вашему мнению. Все правильно. Смотрите, 7 апреля проводится антиэлектрическая операция. По Харькову, Донецке, Луганске. У нас из-за сражения надо осмотреть всех финановочных поселений. Понимаешь? Вот человек докладывает. А я вам еще раз объясняю. А если я вам скажу, что она про... Вы знаете числа или что? Объясните мне. Конечно, у меня календарь есть. Понимаете? Инспектор, знаете, что мне интересно? Что вот подошел человек, без зазрения совести, от зубов отлетает, рассказывает. А вам, извините за народное уважение, западло даже объяснить причину остановки. Мы вас просим о том, чтобы вы нам сообщили, в связи с чем вы нас остановили. И вас это удивляет. Вам сказать, до какого числа она идет? Почему бы и нет? Вот вы мне объясните, а вы узнаете, до какого, если я вам скажу, что идет она до 27 декабря? А я вам объясню, для чего мне это надо. И что, и вы скажете да? А я вам объясню, я вам объясню, Бобров, для чего мне эта информация нужна. Объясните, неизвестный водитель, для чего вы эта информация нужна. Да, а я вам объясню. Для того, чтобы потом, когда я... Объясните. Вот, слово мне дадите сказать. Я вас слушаю вас. Это для того, чтобы, когда я приду домой, и после того, что покажу удостоверение и прочее, прочее, что вы требуете, я опишу на группировку запрос, что у меня был остановлен в городе Харькове инспектором Бобровым, который мне сообщил, что проходит операция антитеррор с такого-то по такое-то число. И попрошу МВД подтвердить, является ли эта информация верной. Если да, вопросов нет. Если же нет Бобров, я тогда напишу встречное заявление о том, что ваши действия были неправомерны. Вот для чего я спрашиваю, что вас так удивляет? Ничего не удивляет. Просто вы, я вам объясняю, вот вы сейчас потеряли, понимаете, уже 10 минут времени. Бобров, ради того, чтобы соблюдать порядок, порядок законодательства. Я же вам объясняю, смотрите. Ради того, чтобы соблюдать порядок и процедуру, мне никакого времени не жалко, поверьте мне. Это хорошо. Никакого. Но на скоком так просто, просто подойдите, вот человек потратил полсекунды, полминуты, для того, чтобы объяснить. Вопросов нет, вы стоите торгуетесь больше. Я не торгуюсь, это вы торгуете. То, что я попросил, сделайте, я вам покажу все документы. Что вам показать? Значок, удостоверение, я вам все показываю. Я вам подостану, значок и удостоверение. Вы доставляете свои документы. Достань мне мою руку. Перед девочкой порисоваться. Перед девочкой? Перед какой девочкой порисоваться? Я что, девочкой? Ну да. А в чем проблема, я не могу понять. Я же говорю, я тоже не понимаю, что проблема. В чем проблема, я тоже понять не могу. Работник в милиции оформил, будьте любезны. Я все, попросили вас предъявить документы, просто предъявите, есть удача, не задерживайте у себя. Раз, не раз, диалог подняли. Да, спасибо. Вы раз тоже обратились, я тоже с вами познакомлюсь сразу. Не, я к вам не обращаться, я вам просто поясняю. Не, ну это обращение гражданина. Не, 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 если я к вам обращусь, то я к вам обращусь, я вам представлюсь, подойду и... Секундочку, вы сейчас с кем общались? Я вам рассказываю. Вы кому, мне рассказываете? Вы ко мне обращаете? Правильно, это обращение. Это обращение, достоверение покажите. Покажите, и все. Меня не надо качать. А я не кричу, я громче, чтобы слышно. Ну так покажите удостоверение. Мы требуем выполнения закона. Требуем выполнения закона. Значьте, пожалуйста, на видное место обои, повесьте. Мартыненко, Андрея Григорьевна. Я требую выполнения закона. Секунду, я ничего не вижу. Инспектор ДПС. А что вы только рассказывали, покажи свои функциональные. Расскажите, пожалуйста, функциональные. А что мы сделали не в рамках закона сейчас? Дорожного движения. Я бы сейчас остановил работник Мелизы. Если вы подозрили что-то там, и все, у меня работник Мелизы. Так вот, мы как раз... Есть телефончик, черговой участки. Так а зачем? Для этого есть удостоверение. Мы попросили, вы показали. У нас знак, мы хотите посмотреть. Все, спасибо. Так он должен быть, мы не хотите посмотреть, он должен висеть. Вы не поняли, если вам надо, я вам его покажу. Не надо. Что еще раз? Этот значок предусмотрен, что даже его просить не надо. Я сам глянул, и все, он должен на видном месте. Так описано в инструкции МВД 111, вы знаете об этом? 111 приказ, правильно. Смотрите, чтобы потом не пришлось туда нырять в дверь. Ну, переживайте. А что мне переживать? Это вы переживаете. А мне что переживаете? У меня руки трусятся? Ага, так вот так пальцы у вас приближат. Резинку надо сменить у вас сзади, вы знаете? А, там уже одни в Виннице инспектора недавно резинку сменили. Вы не видели видео, нет? Я говорю, инспектора в Виннице недавно резинку сменили. Два блока взяли. Два блока резинок взяли, сменять. Не видели, нет? Нет. Посмотрите. Еще раз, в смысле? Ну, посмотрите, в интернете. А с машинкой, наверное, вы выйдете все для начала. А для конца что? Посмотрите, да, что вы увидите. Видите себе нормально, хорошо вы не увидите. А то вам так все смешно, смотрите. А я должен плакать при виде инспекторов? Я вот не могу понять. Я вас себе вести надо по-человечески. А то вы так как-то себя возомнили, что вы боги или, я не знаю, что вы так себя ведете перед инспектором. Стоит прапор всегда, а его уже чуть ли не лет 50. И что теперь мне делать? А вы так себя ведете, как будто он вообще уходил. А как, вот объясните, как мы себя ведем? Соблюдение законов, конституции? Ну, нормально, пусто на себя, да. Мы грубим вам? Не, ну, просто как есть человеческие отношения, есть нечеловеческие. Вот вы даже ведетесь так высокомерно, что вы такой, знаете, вот... Соблюдение законов Украины и конституции. Вы считаете, это высокомерное поведение? У нас багажное разделение, я просим открыть. То есть даже не доходно. Астамат просто отпустить надо или что-то. Смотреть транспортное средство, человек не хочет. Открываем. Что перевозят, что приходят. Поведение, да, конечно. Я думаю, что сейчас ребята из первых уст узнают, просто вы можете за нас не говорить. Управление... Управление... Слевовское управление. Вот сюда поставлено, чтобы заниматься этими делами. Смотри, сейчас, секундочку, пожалуйста. Я четко в ствол смотрю к вам. Не, не, мне не надо. Владимир Васильевич, я просто хочу по имени общества обращаться. Смотрите, мы абсолютно не против того, чтобы... Ну, я просто объясню ситуацию не со слов инспекторов. Инспекторы остановили нас в рамках операции антитеррора. Документы показали. Вот, все показали, без каких проблем. Мы показали свое удостоверение. Ну, на автомобиле. Мы сейчас, я закончу. Мы абсолютно не против того, чтобы вас остановили еще в автомобиле. Но мы как бы хотели бы сделать это при понятых и проскнуть досмотры. Давайте, если вас устраивает, мы сейчас останавливаем две машинки. Просто двух людей. Все, ребята. Они становятся рядом. Мы посмотрим машинку и все. Никаких проблем. Да, да. Ну, я бы хотела, чтобы не жаловно писать. Да, да. Все, выходи. Здравствуйте. 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 Куда мы идем? Паспорт, пожалуйста. Один и второй. А вот только, чтобы вы посмотрели документы. Паспорт, пожалуйста. Зачем мысли паспорт? Ну, кто вы такие? Вы только что документы посмотрели. Я говорю паспорт. Так, Ершов сказал. Мы недавно с Ершовом разговаривали. Хотите, заходите на пост, пишите. Паспорт они надо. Ну, меня Виталий зовут, его Саша. Ну, я Рашов. Я Костенко, у него Куницкий. Еще надо какая-то информация. Вы только что смотрели документы. Где живете? Зачем? Где я живу? Вы же сепаратист. Нет, я не сепаратист. Откуда я знаю? А зачем вы сепаратистом меня называете? Откуда я знаю, что вы такое? Я не сепаратист, я нормальный человек. Меня проверили. Вы похож очень сильно на него. Ребята, ребят, подожди. С каких я на сепаратистов? Нет, ну вы атакуете тут. Нет, я не сепаратист, вы меня знаете. Я с вами уже здесь беседовал неоднократно года два назад. С вами не беседовали. Не кричите, подождите. Вы сегодня по Злу показали документы, доставляющие листы. Он не показывал ничего. Я тебе показывал, вы видите. Я буду писать жалобу. В чем проблема? Зачем? У нас не паспортный режим. Я пришел на пост. Ребята, послушайте секунду. Вы хотите написать заявление? Нет, нет. Книги жалобу. Вы с нас пишите ее. Для начала вы покажете мне паспорт. С чего? У нас не паспорт. А что, у нас жалобы только от гражданин Украины может писать? Вы писали. Ясно, замначальника Майдар стоит. Может их позвать? Конечно, давайте Майдар. Ребята, можете позвать Майдар. У них проблем нет. Мы можем за какой-то зайти. И за какой-то неужал. В чем проблем нет? Да мы это кто? Давайте документы... Люди обычные. Документы, покажите. Документы, покажите. Может вы просто посторонний человек? Может вы террорист? Я присутствие инспектора, заполняю книгу. Даже террорист может заполнить это. Если вы считаете, что я террорист, а вызываете сок и меня запакуют. В чем проблема? Подтверждение листов. Почему? Не надо. Ребята, у вас не паспорт на режиме пока еще. Не надо, это не надо, это не надо, назовите закон. Это вы не поняли. Это вы не поняли. Вы не поняли. Любой человек может попасть к вам сюда. Еще раз я вам поясняю, водитель, если вы не поняли. Покажите, к вам вопросов нет. Вы можете написать, что Саша, никого там пускай стоит. А почему? Потому что вам в ДОМ здесь сделать нечего. Один напишет, а... Нет, так он тоже хочет написать, уже свидетель. Он потом зайдет и будет тоже писать. В смысле потом? В чем проблема? Он зайдет сейчас в кун один для начала. Вы хотите, чтобы вы ходите по очереди? То есть... Идите вместе с вами. Я буду стоять с ним сейчас. Выходите по очереди. Я замерз. У вас машина есть. Он вас позовет. Он вас позовет. Вы придете и напишите то, что вы желаете. Мы заходим на любой пост. Я ищу это. Вы заходите по-хамски. В Херсоне там где вы там... По какому хамски? По-хамски вы ведете вы без значка. По-хамски. А то, что там все это хорошо. Как это хорошо. Взрослый человек. Вам уже не стоит. Вам больше. Правильно? Вы годите с ним. А ведете себя как-то. А вы на данный момент. Я так говорю. Не грублю. Покамис, вы на данный момент проследуете. Транспортное средство. На каком основании? Не, я знаю. Вы будете там. Ваш товарищ напишет заявление. Он придет к вам и скажет. Он написал. И вы подойдете тоже напишите. Вот так вот как надо. Вместе с ним. Виталь, ну уже подожди. Я напишу никаких проблем. Вот тут вот. Мне холодно. Не, ну они... Я понял. Знаешь, тут два вызову. Зачем меня не связали. Все без проблем. Давайте, давайте. Ладно, ребята. Давайте. Я пока буду писать. Ручка нужна. Я вот не могу понять. Вы все время говорите о том, что вас кто-то провоцирует. И кто-то делает какие-то... Вы уже провоцируете везде. Уже надоели эти вашу чепуху, которой вы занимаетесь здесь. Скажите, а вот то, что ваши напарники, ваши сослуживцы берут взятки презервативами на людях. Вы считаете это нормальным? Это как? Ну вот, ребята, ну вот как. Давайте мы не будем. Вы пишите. Вы пишите. Залезли также в багажник. Вот как он просил. Откройте, пожалуйста, багажник. Операция антитеррор. Человек открыл. О, а что ты везешь-то? Ну товар везу. О, ну давай. Забрал две пачки. Зачем презервативов? Зачем? И ушел. Водитель. Водитель. Я вам сказал, что в вашу машину никто руками не будет залазить. Я вам сказал. Послушайте. Поэтому будьте добры, пожалуйста, пишите то, что вы считаете нужным. Напишите. Подпишитесь там. И все. Просто ожидайте в транспортном средстве. Ваш товарищ напишет и продолжайте движение. А то мы дискутируем не о том совершенно. Эти дискуссии, они никому не нужны. Вы сейчас к чему? Вы меня просто отвлекаете от службы. Пожалуйста, пишите. Пишите. Пожалуйста, пишите. Так вы сами со мной разговариваете. Пожалуйста, пишите. Я еще со мной говорю. Я пишу. Вы отвлекаете меня от службы. Чем? Там террористы могут ехать. А вы занимаетесь ерундой здесь сейчас стоите. Товарищ дорожный контроль. Меня поняли. Голос на меня повышать не надо. У вас туда надо. Вот туда вот. В ДНР вот туда. С автоматом вы бронежилете. Меня поняли. Голос на меня повышать не надо. А вы тусню наводите. Пишите быстрее. Пишите быстрее. И езжайте. Меня отвлекаете. У меня люди стоят. Давайте вы будете разговариваться. Я говорю. Быстрее, пожалуйста, пишите. Вы меня отвлекаете. Я вам еще раз говорю. У меня здесь трасса. Голос повышать не надо. Я говорю. Пожалуйста. Записывайте, что вы хотите. Езжайте. А вас не задерживает никто. Я не вижу. Меня задерживает. Спасибо. На здоровье. Стулочком присаживайтесь. Напишите. Оставьте свои пожелания. Что вы там хотите. Пожалуйста. Езжайте. Да вы пожалуйста помолчали. Я бы уже дописал. А то вы такие смелые. Я смотрю. В охрану дали. Вы крылья расправили. Это же время закончится. Ребят. Саша, ответь. Не знаю. Пожалуйста. Пожалуйста. Извините. Да. Не сильно мне с вами нет времени. Я не извиняю вас. Я не прошу. Я не прошу. Я не люблю. Спасибо. 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 Спасибо.